Нарцисс строит из себя жертву и обвиняет вас в том, что ему плохо, а ему постоянно плохо. Нарцисс ищет того, кто его спасет, кто даст ему безусловную любовь, принятие, ищет мамку, папку, ищет маму, у которой можно в подподол спрятаться, уткнуться под бочок. Кто его усыновит и донянчит, будет безусловно его любить, им восхищаться. Но проблема в том, что вот эту черную нарциссическую дыру, вот это как раз внутреннее повреждение, насытить невозможно. И вас будут обвинять в том, что вы не можете насытить его черную дыру. Вам будет очень обидно, потому что вы пытались давать любовь, внимание, поддержку, заботу. То есть в отношениях с нарциссом 99 раз дай ему заботы, внимания, денег, восхищения, обслуживая эмоционально, а один раз откажи, потому что у тебя нет сил, ты лежишь, например, с температурой, или у тебя просто нет на это ресурса. Так вот 99 раз дай, один раз откажи, и вы такое услышите про себя. Это вот такой вот малыш, есть вообще такой период у детей, когда они не понимают чужой боли, они отрывают лапки жукам, крылышки бабочкам, то есть вот такой пусечка-малыш крайне жестокий в какой-то период времени. А вот нарцисс в этом периоде застрял. Это как капризный ребенок, сначала он вас превозносит, сначала он вас идеализирует, вы его спасаете, вы идеальный, вы его женщина или мужчина мечты, вы просто идеальный человек, и вот устраивай такую бомбардировку любовью. А потом что-то пошло не так, и он начинает вас обвинять, и вы просто в шоке, потому что вы старались отдавать последнее, и часто вы отдавали, а взамен-то как раз и ничего и не получали. По сути, это нарцисс, когда обвиняет вас в эгоизме, когда он вас обвиняет, на самом деле он на вас проецирует свою теневую сторону, потому что именно нарцисс является очень большим эгоистом. Он хочет, чтобы все вертелось вокруг него. Нарцисс обожает строить из себя жертву обстоятельств, жертву мирового заговора. Его не поняли, его и не приняли, это не признанный гений, или ему всегда недостаточно восхищения, любви, внимания. И он начинает обвинять вас, и у вас происходит шок, некий когнитивный диссонанс, что вы-то наоборот отдавали сколько могли. И как любой психически адекватный человек, вы можете начать сомневаться в себе, может быть я реально что-то не то сделал, да, ну то есть человек с эмпатией, он начинает рефлексировать, может быть реально где-то я не прав был. Вы начинаете анализировать и понимаете, что на вас валят с больной головы на здоровую, что в отношениях вдруг в какой-то момент, когда нарцисс начинает опять жертвить, строить в очередной раз жертву, вас обвинять, вы начинаете понимать, что баланс-то брать-давать нет. Будь то мать нарцисс, свекровь нарцисс, муж или жена нарцисс, нарциссизм не имеет гендера, или какой-то подруга, родственник, знакомый, то когда ему надо, вы ему помогаете. И когда помощь нужна вам, нарцисс сливается. Сколько бы вы не отдавали нарциссу внимания, сил, эмоционально ли вы не обслуживали, ему всегда мало, ему всегда будет недостаточно. Нарцисс вас виноватит в том, что на самом деле сидит у него очень глубоко внутри. Внутри у него присутствует, внутри у него присутствует какое-то грандиозное представление о самом себе. И часто нарцисс как расстроит из себя жертву, что вот их мир не понимает, не принимает, таких уникальных, мир несправедлив. Вот нарцисс такой ранимый. А по факту вся, по сути, суть нарциссического расстройства в том, что его черную дыру насытить невозможно. И вся опасность отношений с нарциссом в том, что вы ведетесь, например, на его манипуляции, что он навешивает вам вину. А если вы были хорошим мальчиком или хорошей девочкой и привыкли рефлексировать, привыкли думать о людях, вы еще больше в эту ловушку попадаетесь. Нарцисс вас обвиняет, и вы начинаете втягиваться в треугольник Карлтмана. Жертва, тиран, спасатель. Вы начинаете его спасать. То есть, когда нарцисс начинает вас виноватить, вас обвинять, это, конечно, нарциссическая манипуляция. Он такая жертва. Кстати, с одной такой нарциссической жертвой я работала. Очень такой интересный был человечек. И я ему выбрала проективные методики, картинки метафорические. А что, говорю, за сущность у тебя внутри сидит? И там он сразу выбирает пушистика, пушистик и вот такой зубастый страшный рот, понимаете, которым вот он так челюстями просто поедает, отъедает ресурс. Очень многие попались в ловушку нарциссических манипуляций, что пытались нарциссу помочь, пытались нарцисса спасти, а в итоге сами просто упали. Нарцисс утащил их в такую яму, в такое болото. Это как вот потопил, поел, сам еще по твоей голове выбрался куда-то и тебя оставил виноватым. То есть вообще будьте очень внимательны, когда вас начинают обвинять или строить жертву. Здесь имеет быть место, конечно, рассуждение, разбор ситуации. В каких-то ситуациях мы действительно несем ответственность, а в том, что нарциссу плохо, мы не виноваты. И помните про нарциссическую обычную манипуляцию, что сначала он вас идеализирует, бомбардирует любовью, и вы такой идеальный, вы такая классная, вы супер, я встретил женщину моей мечты, или ты там человек моей мечты, и вы расслабляетесь. И потом резко вдруг вас начинают обвинять, нарцисс начинает на вас перекладывать вину за то, что ему плохо. А по факту взрослые, сознательные, психически здоровый человек, он должен нести сам ответственность за свои эмоции. А нарцисс это вытесняет, он его проецирует. В окружающий мир он начинает обвинять, причем вы будете в шоке. Вот вы, например, для нарцисса вообще там что только не сделали, все вообще сделали. Купили матери нарциссу дом или квартиру, вы обеспечиваете, например, мать нарцисса или бабушка нарцисс, покупаете лекарства, продукты, то есть вы все оплачиваете, что-то себе не покупаете, и вдруг в какой-то момент на вас вываливается ведро этих нарциссических помоев, нарциссической манипуляции, что ты, оказывается, такой, сякой, бессовестной, наглой, ничего не делаешь, ты эгоистка, ты думаешь только о себе. И это вдвойне больнее, особенно когда это партнер или близкий друг, или близкий человек. То есть ты охреневаешь от того, у меня такая нарциссичная подруга была, которая брала у меня все, что можно. У меня даже когда, например, я была просто истощена, нуждалась в поддержке, вместо поддержки получила просто такие пинки, знаете, вот закапывание, добивание. Вот, ну естественно, коммуникацию прекратила. И нарцисс, вместо того, чтобы поблагодарить или поддержать, он тебя еще будет обвинять. А по факту, на самом деле, нужно понимать, если вы по каким-то причинам еще не можете прервать коммуникацию с нарциссом, то дерьмо, в котором он вас обвиняет. На самом деле, он проецирует свою темную, теневую сторону на вас. Он ее вытесняет. Он отщепляет ее, да, у него вот это вот, вот это вот личностное расстройство. То есть то, что он вам говорит, какой вы гад, бессовестный, вы его используете, не понимаете, вы ничего для него не делаете. То есть скажите стоп, да, он говорит про себя. Он не говорит про меня, на самом деле, он говорит про себя, потому что он вас использует. Например, если партнер нарцисс, когда он болит, вокруг него надо плясать хороводы, заваривать чьи, держать за руку, когда у него 37,3, он там пишет замещание, умирает, и вокруг него все должны плясать. Но когда вы лежите с 39,5 или 40, а что ты тут разлеглась? А что, мне ужин, да, никто не приготовит? А что там, меня никто не выслушает? То есть на ваши потребности глубоко и искренние нарцы, прису-пле-вать. И вы от этого просто офигеваете, вы от этого просто в шоке, да, что когда ему надо, вы ему даете. Когда надо вам, фикс-2, вы чего получите, кроме обвинений в меркантильности, в бессовестности, что думает только о себе? Это очень важный момент, почему нужно знать о нарциссическом расстройстве личности. Например, с этим сталкиваются часто взрослые дети, токсичных родителей, будь то свекрови, тещи, свекры, тести, бабушки, что пожилой человек в старости, понимаете, все усиливается, как позитивное, так и негативное. Если человек имел какое-то отклонение в юном возрасте, и его не лечил, не купировал, то в пожилом у него крыша будет еще больше отъезжать. И очень много эгоистичных, нарциссичных стариков, которые начинают пить кровь из детей, которые не дают им жить, да, а понимаете, вот у меня был очень показательный пример с человеком с нарциссичным расстройством, там не только нарциссизм был, но он присутствовал. Человек постоянно потреблял, постоянно требовал эмоционального обслуживания контакта. А я училась на психфайке, мне было интересно, и я понимаю, она тянет ресурс, да, на одно и то же какое-то нытье. Я дала ей общаться, сколько бы я выдержала. Вот я выдержала пять с половиной часов. Я поняла, что вот человеку сколько не дай, ему всегда будет мало, потому что черные дыры, это вот моя любимая астрономия, черные дыры, феномен в космосе, да, все забирают, все поглощают, ничего обратно не выходит. Некоторые мудрецы говорили подобно аду, все забирает и ничего не отдает. Вот, и туда сколько не дай, все мало, то есть если ты хочешь потерять свою жизнь, свое психическое здоровье, ментальное, свою радость, свое счастье, свои деньги, то можешь обслуживать нарциссом, можешь пытаться спасать его. Разница, да, между психически здоровым человеком и нарциссом в том, что психически здоровым вы помогли, поддержали, иногда дать волшебного пинка, научить ловить рыбу, то есть покормить и научить ловить рыбу. С нарциссом бесполезно, он найдет, на ком паразитировать, и как раз запомните, если на вас начинается шквал нарциссического обвинения, да, вы можете чувствовать боль, обиду, возмущение, нужно сказать стоп, он говорит на самом деле про себя, то есть если нарцисс вас обвиняет в эгоизме, что вы думаете только о себе, что она вот такая несчастная жертва, это несчастная мама, дети, которые бросили, понимаете, даже если вы бросите свои семьи, свою жизнь и положите ее на алтарь нарциссической матери, все равно она будет недовольна, потому что человеку плохо, нарциссу плохо, человеку духовно поврежденному всегда с собой плохо, и насытить эту пустоту черной дыры можно только колоссальным духовным развитием, усилиями, тяжелыми, это тяжелый труд, но ним проще паразитировать, потреблять ресурс, поэтому я всегда моим клиентам и подписчикам рекомендую проработать чувство вины, чтобы вас перестали цеплять за вину, и меня раньше очень держали на крючке вины, и моя жизнь просто рушилась, я там кого-то спасала, отдавала там последнее, и потом же я оказывалась крайне, и когда я проработала вину, четко начала понимать, где моя ответственность, а где, например, я не несу ответственность за нарциссичного человека, если ему плохо, то моя жизнь стала гораздо более осознанной, в ней очень много стало энергии, света, радости и счастья, поэтому, если нарцисс вас виноватит, то поймите, он говорит про себя, он на вас проецирует свою тьму, научитесь защищаться, главное, проработать вину, и внутри не вовлекаться, что бы вам там нарцисс не говорил, главное, чтобы он вас не пробивал, потому что, если он вас пробивает эмоционально, вам становится плохо, вы теряете просто свой психологический, эмоциональный ресурс. Напишите в комментариях под видео, сталкивались ли вы с тем, что нарцисс виноват, сталкивались ли с тем, что он строит из себя жертву, жертвой быть очень выгодно, позиция, токсичная позиция жертвы, такая выгодная, поныть, поплакать, прикинуться несчастным, и, конечно, найдутся добрые люди, которые тебе помогут. Только нужно понимать, что накормил пару раз голодного, потом дал ему удочку, и пусть человек сам учится не тащить на себе жертв, не сажать себе на шею паразитов, нарциссических паразитов, которые питаются ресурсами своих близких, жреют, раздуваются, а близкие, увы, высыхают и заболевают, потому что им плохо. Поэтому нужно себе выработать психологический иммунитет к обвинениям. Нужно понимать, что очень много людей с нарциссизмом в той или иной степени, да-да, в мир заражен нарциссизмом. И когда нарцисс вас обвиняет, он хочет, например, сотрудника работу на вас пихнуть, или вызвать у вас чувство вины за ваши достижения, чтобы вы с ним чем-то поделились, знаниями, энергиями, ресурсами. А когда, в принципе, начинаешь с клиентом разбирать, смотришь, один работает, другой паразитирует. Ну и в чем виноват в том, что другой трудится? Ни в чем. Да, и нужно также понимать, что если вы научитесь отбивать манипуляции нарцисса, когда он вас виноватит, ноет, впадает в жертву, вы столкнетесь с агрессией. А может быть, он просто уйдет искать какие-то другие свободные уши, он их найдет. Людей, потому что, которые психологически неграмотные, тоже много. Или он будет агрессировать. К агрессии тоже нужно быть готовым. Я всегда говорю, что вот как психический вампир, он не получил вашей психической энергии, вашей крови, ваших ресурсов. Он будет злиться, он будет беситься. Не удалось вас развести, не удалось среагировать. И будьте внимательны к чувствам. Знаете, показатель того, что в принципе достаточно здоровая устойчивая психика, это непринятие отторжения на нарциссические манипуляции. Он винит, он давит на жало, он вас пытается выставить виноватым. У вас либо отторжение, либо это очень хорошая прокачка, архетип шута, может возникнуть агрессия, злость, неприятие. Это как раз очень классное чувство, которое защищает ваши границы от нарциссического взлома, от нарциссических манипуляций. А вот если вас начинает трясти, вы виноватитесь, вы ведетесь, вам плохо, вам больно, обидно, значит, есть смысл все-таки проработать себя в терапии и перестать реагировать на нарциссические манипуляции. Если вы научитесь этому, а этому можно и нужно научиться, то вы сделаете величайший вклад в свое психическое здоровье. Потому что с такой прокачкой, если вы научитесь защищаться от родственника, знакомого нарцисса и не вестись на нем манипуляцией, вас очень будет трудно взломать психологическим мошенникам, продавить в каких-то переговорах или вот сколько телефонных мошенничеств. У вас будет очень мощный иммунитет к психологическим манипуляциям. Живем мы не в самом здоровом мире, в этом мире есть манипуляторы, инструмент давления на жалость и на вину просто один из инструментов манипуляции. Не ведитесь на него. И закончу это видео фразой из интернов доктора Быкова. Дураков не надо жалеть, дураков надо учить. Это относится, конечно, к разным-красным людям. Не надо жалеть, потому что человек будет этим пользоваться. Сядет на тебя, поедет, высосит с тебя ресурсы, потом тебя же допинает, тебя же посмеется над тобой, тебя обвинит, и будешь обтекать. Вот так стоял. Помог, да, на свою голову. Помогать надо, но помогать надо с умом и тем, кому эта помощь будет во благо. А кормить вампира-нарцисса психической энергией, это кормить его внутренних демонов, которые будут жиреть на ваших ресурсах. Ну, это никакой благой помощи нет. Напишите в комментариях под видео, сталкивались ли вы с такой нарциссической манипуляцией, когда он вас обвиняет, когда он в жертве, он живет как ребенок, да, ты мне должен быть папой, мамой, любить меня, безусловно, а сфига, сфига мы, нарциссу, должны быть папой, мамой, если это не наш ребенок, тем более, если наши родители, они нам должны быть родителями. То есть, сфига ли, мы должны кого-то усыновлять, а они же хотят уткнуться, приткнуться и на ком-то присосаться, поехать. Вот такие маленькие несчастные жертвы, у которых потом вот такие зубки вылезут, да, вот про кого я рассказываю. Напишите в комментариях под видео, сталкивались ли вы, выработали ли вы психологический иммунитет. Если вы хотите выработать психологический иммунитет к нарциссическим манипуляциям, вам поможет моя программа «Антинарцисс. Суперсила. Защита от нарцисса», где вы научитесь противостоять нарциссическим манипуляциям, защищаться от нарциссического абьюза и, конечно, в первую очередь, восстановитесь от нарциссического абьюза. Подробнее о программе под видео. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok